Во время режима самоизоляции, если вы не делаете ремонт в своей квартире, какой-нибудь мелкий ремонт, то у вас огромное количество свободного времени. И один из вариантов, чем же заняться, это пересортировать и проверить свои приложения на мобильном телефоне. В моем случае это Android. Если у вас iPhone, вы можете заняться тем же самым. Так вот, есть у меня свой список обязательных приложений, которые я устанавливаю на свой телефон. И немногие, конечно, пользуются, хотя зря. Есть такие вещи, без которых просто не обойтись в последней жизни. Ну, самое основное это Android Pay, которая стоит практически на каждом телефоне. У меня 5 программ, которыми я пользуюсь каждый день. Ну, начнем по порядку. Для развлечения, для того, чтобы позалипать, посмотреть, идет на первом месте TikTok. На второе место я бы хотел поставить такую программу, как Android Pay. Ей очень удобно расплачиваться. И, что немаловажно, в ней есть очень большой перечень всевозможных карт лояльности, так сказать. Скидочных, бонусных, туда можно подвязать и карту Перекрестка, Пятерочки, Биллы, там, Вылыка Кишеня. Любой большой супермаркет, который имеет свои дисконтные карты. Все эти дисконтные карты вы без проблем можете подвязать в свой Android Pay. На третьем месте хотелось бы заострить внимание на таких вещах, как Office. Многие устанавливают отдельное приложение Office, которое помогает работать с документами, если это вам нужно в повседневной жизни, там, в работе. Я же стараюсь пользоваться гугловскими документами, там, Google Word отдельно ставлю, Excel и такую программу, как, допустим, публицистам, ну, в принципе, офисными инструментами Гугла стараюсь пользоваться. Это несколько программ, но это те, которые мне нужны. Вот, ничего лишнего стараюсь на телефон не кидать. Четвертое место. Самая ходовая программа на каждый день, которой я пользуюсь, ну, соответственно, творческая студия. Выглядит она следующим образом. Ну, и пятая, но не заключительная программа. Я не буду упоминать разные мессенджеры, там, всевозможные аськи и все остальное. Вот, но сейчас это не так актуально, как раньше, но, в принципе, у меня всегда стоит гугловские инструменты для звонков. Такие, как Алло, Дуо и Хангаутс. Вот это вот на пятом месте гугловские инструменты, которые постоянно оставляют вас... Благодаря которым вы постоянно будете на связи. Вот и все. Вся моя пятерка основных приложений. Есть много интересных других приложений, о них я расскажу чуть позже. Продолжение следует...